Зеленский купил парадный лимузин Гитлеран И, как увидели, рука автоматически от сердца к солнцу потянулась Теперь Зеленский при желании сможет с минским картографом гонки устроить Правда, шансы у президента Украины будут небольшие Лукашенко-то оказывается на тракторе со скоростью болида «Формула-1» прет На тракторе МТЗ-50 первый мой опыт был Можно любой скорость ехать Я на нем, честно признаюсь, по калькуровой дороге Проехал со скоростью 280 км в час и испугался, что другой может взлететь Говорят, в этом тракторе вместо движка – горящее скрепное место пропагандиста Озаренко Поэтому удивляться реактивному трактору не стоит Как не стоит удивляться и тому, что якобы от покупки Зеленского Российские скрепоносцы на ушах неделю ходили Про машину Гитлера в Киеве рассказал даже государственный Первый канал Владимир Зеленский, внимание, после своего визита в США Вернулся домой с покупкой, с обновочкой Это автомобиль, который принадлежал когда-то Адольфу Гитлеру Причем они там резвились по полной полчаса и стоимость тачки обсуждали Он был заказан Адольфом Гитлером, создан для него и использовался им Предполагаемая цена продажи, как полагают, составляет около 15 миллионов долларов Ну, что такое для Зеленского 15 миллионов долларов? Если захочет, может, он не то себе еще позволит Ну и прочее ужасное проявление фашизма в Украине Сейчас вот Зеленский еще ружье покойного Кравчука заберет И будет, сидя в машине Гитлера, из ружья Геринга мопеды над Киевом сбивать В этой же студии, помните, когда это было-то? Ну, 22-й год, наверное Наверное, 22-й год, самое начало И я разговариваю здесь с Леонидом Кравчуком Я, говорит, готов защищаться от русских, если они придут Если вы придете, вот, говорит, купил себе, кстати, сказать, ружье Геринга Ну вот, будет обороняться ружьем Геринга И все бы ничего, но, как мы уже неоднократно отмечали Основная проблема российских пропагандистов в их беспросветной тупости Ну, раз уже решили сделать фейк, то хотя бы на пруф и время потратьте Но нет, чудаки в 21-м веке не придумывают ничего лучше, чем очень коряво в фотошопе Приклеить машину Гитлера к одному из административных зданий Киева Причем, потратив не более 10 минут времени, несложно найти оригинал, откуда тупицы, и взяли ту самую тачку Вот она, привет Останкинским врунишкам передает Ну, а чтобы все понимали, как это работает, мы можем за 5 минут вот такие новости устроить Смотрите, Симоньян в Москве как развлекается, а? Едем с Кабаевой на шопинг, ее папик свою машину дал Ну, а мы идем дальше, и самое время показать, как российские фойкометы танцуют на костях своих же типа героев Помните историю, как в Дырляндии с особой жестокостью убили ватного наемника из США с позывным Техас? Погиб Техас, Рассел Бентли, самый лучший американец Потеря для ДНР, моя личная потеря История, если что, была очень громкая Тогда жена Техаса десятки видео записала и выдала на гора, ну, очень много зрады Если кратко, американского наемника убили свои же Престарелый американец банально не захотел делиться деньгами с другими бандитами Четверо военнослужащих армии России в Донецке напали на военкора, избивали и пытали его до смерти Двое из преступников в тот же день подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом Бентли К чему мы это все сейчас напоминаем? Да к тому, что переврать настолько громкую историю достаточно сложно и малоперспективно Но российские пропагандисты, как известно, всегда не против ломать правду через колено Короче, вот что пишет касательно смерти Техаса пропагандистка Светлана Пикта сейчас Российские спецслужбы провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника, гражданина США Ах, как красиво! Теперь надо беречь, чтобы СБУ не достало, как Техаса Че кому не ясно, новых наемников из США беречь нужно, чтобы их, как Техаса, внимание, СБУ не убило СБУ, Карл! И это при том, что даже Следственный комитет России признал, что Техас был убит военнослужащими российской же армии Следственным комитетом России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли и обстоятельства совершенных преступлений Российские военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов В зависимости от их роли обвиняются в превышении должностных полномочий Применении физического насилия и пыток, повлекших смерть потерпевшего А вот женушки этих самых упырей обращаются к Путину с просьбой не садить мужиков надолго Ну подумаешь, ну убили американца, они вообще враги, короче, ну с кем не бывает Скажите, пожалуйста, почему из-за страны, которая с нами враждует, мы должны терять наших мужей? У нас есть двое несовершеннолетних детей, у нас папа один, который нас содержит Я по состоянию здоровья работать не могу Помогите нам вернуть мужа и отца Но теперь, исходя из текстов пропагандистки Пикты, получается, что все осужденные агенты СБУ Представляем, как подофигели от такого и сами убийцы, и их бабоньки-патриотки Впрочем, перекладывать свои преступления с больной головы на здоровую за поребриком любили всегда Сейчас мы вам еще один яркий пример на этот счет покажем Иба, захисник отримав потужную перемогу Как вы уже догадались, пропагандист Лев Вершинин решил прокачать тему карателей из якобы украинской армии И для этого использовал достаточно известное видео, где человек в форме зверски избивает женщину Даже когда женщина оказывается на земле и без сознания, подонок продолжает наносить удары Причем, внимание, с ребенком на руках Российские ура-патриоты смотрят на такое и головой качают Ну, совсем украинцы с катушек слетели Ну, ничего святого не осталось Не зря их Соловьев сатанистами называл Ну, послушайте, ну, с той стороны мы имеем дело с классическим воплощением сатанизма А мы все пытаемся сказать, что вы что, это наши братья с 1984 года? Ну, я ж не такой наивный Кстати, братья, Кайну убивали, тоже братья были Но это, друзья, тот самый случай, когда запоребриковые крикуны, желая в который раз оболгать Украину, забили гол в свои ворота, причем через себя Дело в том, что в том самом видео отчетливо виднеются российские номера Да и отдельные запоребриковые СМИ, видать, вовремя не получили методичку и честно написали, тоже на самом деле избивал женщину В Астрахани боец подразделения Ахмат с ребенком на руках жестоко избил жену на улице Боец Ахмата хватает жену за шиворот и швыряет на землю, при этом россиянка бьется головой о машину Военный продолжает избиение, бесчувственную жену он за волосы отволок к обочине и бросил головой о бордюр Да вы что, добыть такого не может! В Астрахани, оказывается, дело было, а чмонька представляет спирт на Захмат На овечку-то поди, рука не поднимается, зато тут герой! По информации база, военный ушел на спецоперацию в качестве добровольца и заключил контракт с Ахматом в 2023 году А на момент описанных событий находился с семьей в отпуске Отмечается, что пострадавшая не стала писать на мужа заявление И тот отделался административным протоколом по статье «Мелкое хулиганство» То есть, понимаете, да, уровень дна Россияне заврались настолько, что разоблачают друг друга А в отдельных случаях, создавая фейки об Украине, пропагандисты не стесняются подставлять своих же сограждан Сейчас мы еще один топ-контент из Запоребрика покажем Кошки сами по себе, а вот коты? Про них в старой поговорке ни слова Особый подвид украинские Дрессировки поддаются Пообещай лакомство, готовы по стойке смирно лапы вытянуть Повезло хозяевам, нужную зверушку завели А вот этой гражданке Украины не позавидуешь Девчата, это полный трэш Кто не понял, в чем суть, поясним на пальцах Российские шизики все последние недели, как дурни со ступой, носятся с видео Где украинка якобы в шоке после покупки попугая Последний, если верить пропагандистам, на всю квартиру гимна России поет Такс, где там СБУ? Срочно в каталажку всю семейку В чем ужас и кошмар ситуации? Слушаем попугая Ситуация, как в анекдоте Купили птицу, принесли домой А она, как начнет гимн России повторять Это нам с вами, зрители, смешно А украинке плакать хочется Нас за такое посадят Зет-патриоты, глядя подобный контент Крутили пальцем у виска А чмони у микрофонов отпускали язвительные шутейки Наш совет Купите птицы на Мортник В зоомагазине экзотический товар найдется Раз сапоги для гусей есть И такое где-то под прилавком прячется И ладно бы, если бы это один какой-то телеканал так опозорился Но нет, сенсацию с попугаем разгоняли все кому не лень Жительница Украины купила попугая Питомец неплохо обжился на новом месте И теперь ходит и поет гимн Женщина недоумевает, что теперь делать с питомцем Ведь боится, что ею заинтересуются украинские спецслужбы Все запомнили посылы? Ну а теперь мы вам кое-что покажем Смотрите, какое видео с попугаем нашлось после недолгих поисков Да-да, это то самое видео, которое разгоняли пропагандисты Ну точнее его оригинал Ведь реальный текст без переозвучки, как вы понимаете, был совсем иной Ку-ку Иди сюда, заходи Скажем больше, в конце видео даже видно хозяйку попугая Какой красивый Красивый Что ты смеешься Но эту часть российские фойкометы благополучно отрезали А знаете почему? О, друзья, это очень просто Дело в том, что дамочка, записавшая видео, достаточно медийный персонаж Зовут ее Эльвира Дадашева Естественно, она гражданка России Проживает в городе Лиске, Воронежской области Собственно, именно из Лисок Или из Лисок Дадашева вместе с попугаем Ричардом Катается на эфиры разного рода развлекательных шоу в Москву Вот, например, дамочка гостит на Первом канале Эльвира сегодня вместе со своим одаренным Ричардом приехали к нам в гости Для того, чтобы поговорить о важном И даже в самых страшных фантазиях она представить себе не могла Что со временем пропаганда родимого отечества превратит ее в недалекую украинку Купившую на свою голову зет попугая Ситуация как в анекдоте Купили птицу, принесли домой, а она как начнет гимн России повторять Кстати, по удивительному стечению обстоятельств Ведущий тех самых шоу с Дадашевой на Первом канале Теперь торгует рожей в сошкварной программе антифейк Совпадение? Не думаю Впрочем, в современной России подобные метаморфозы Давно не являются чем-то удивительным Пропагандисты ради премии Маму родную продадут и подставят А не то, что какую-то там чувишку с попугаем А ведь на месте Эльвиры Дадашевой На которую сейчас косо смотрят все соседи Может оказаться совершенно любой гражданин России Что ж, весьма показательный пример того, как Россия своих не бросает Не бросает, просто превращает во врагов Всего лишь ради того, чтобы на пустом месте Немного взбодрить обезумевшее стадо Привет, красивый Больше восьми лет Они всеми силами разжигали ненависть О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим Мы обязаны быть там Но их план не сработал Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше Командам гражданской обороны и антизомби Нужна ваша поддержка Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале А также на патреоне Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку Все будет Украина!